Данный комментарий об отступлении от истины. Большой-большой будет материал. И тут есть у нас человек, он мой крестник, программист, он закончил университет, два даже, да ничего, не надо, нет. Вот, и он этим займется, чистое выставлять. Вот сейчас мы вернулись из поездки, я полторы тысячи фотографий выставил, примерно 80 будет роликов, в каких местах, где были, мы все снимали, это здорово. Вот мы были в Махачкала, это Дагестан. Мы только приехали туда, она сразу сообщает, священника только застрелили, машину обнаружили со взрывчаткой. И вот едешь, в улицу проедешь, в следующей улице стоят автоматчики. И рядом маленькая подальшинственная снайперская винтовка, я нигде больше этого не видел. То есть обстановка очень тревожная. И вот мы в библиотеку приехали, ну ясно, что мусульмане. И вдруг смотрим, на второй этаж, где поднимать себя в директор, написано комната для намаза. А дальше комната для молитвы, это намаз у них. Ну и заперто. Мы спросили, говорит, она заперта. Мы директора спросили, когда уже книги ему отдали, все-то засняли. Мы говорим, а можно туда, ну султан там называем его, да я сейчас дам указание, откроют. Ее открыли, ну порядок такой, что разуется она. Да мы разулись, зашли туда, ну а там их, конечно, украшения, по-своему написано. Ну мы стали, три святоя, кланяться, молиться, просить, чтобы Господь открыл людям глаза и поверили в них. И все это засняли. Вот мы выставим в интернет, вы увидите. И в доме Мулы, их это священник Мула, и это беседа какая с ним, на какую тему, там какие люди были, это надо увидеть. Это большой опыт, это школа. Вот Даниил Сысоев убитый, у меня совершенно другой подход. Он касался, объяснял, может быть у него так и надо было. Ну я понимаю, но моя задача благовествовать не о пророках чужих, а рассказать о Христе. И когда о Христе говоришь, все меняется. Вот такой мусульманин сейчас залез, и, а что вы думаете о Мухаммаде? А зачем мне думать? Я христианин. И дальше я выставляю, нет другого имени под небом данного человека, который надлежал бы нам спастись. Я ни слова не обещаю. Деяние 4.12. Дальше. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Копирую и вставляю. Дальше. И кто не исполняет Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Я ему все это отдал. Больше ни звука нет, и он сразу скрылся. А если я сейчас начну объяснять, он не такой, то другой, то мне зачем это надо? Это Мухаммад Саня. А кто такой Кришна? А кто такой Будда? И будешь бодать со всеми? Наше дело возвещать. А он-то сравнивает, он не может, он все равно понимает это дело. Вот они молодые люди стоят, мусульмане, и сразу, а кто последний пророк? Он ничего не знает. Я говорю, а смотря в чем, он не знает ничего, ни Малахи, ни кого. Но последний это пророк. Он знает последний пророк, это их Мухаммад, Магомед. Я говорю, пророки были и будут в церкви, но последний будет Иноха и Илья. И Антихрист их убьет и бросит на улицах города, а они воскреснут. То ли на него подействовало, а не один. Работяги такие здоровые, настой, вот такие вышли, копает какой-то тоннель правительственный. И прям тут же, а вокруг них остановились, и там и ночевали. Вообще, это удивительная вещь. Вот что нам говорили, пугали, Чечня, Азербайджан, везде, ничего нельзя провернуть. Видимо, так и есть. Но с нами все по-другому было. Вот такое впечатление, что будто бы люди там сидели и ждали, когда мы придем. Какое движение было, какие улыбки, как стараются что-то дать, рассказывают, спрашивают. Я ходил в мечеть, в мечеть мусульманская, там молился. Разрешили зайти. Я с поклонами начал молиться, когда глянул, какими глазами на меня смотрят, как ваххабиты какие вокруг, с бородами там. А тут сразу вокруг собрались, приятный пошел разговор, все, Бог меняет обстановку. Апостолы молились в капищах, везде, рядом с Ильей. Какие скакали пороки, кололи себя-то. А что дальше было-то? Нам Бог это дал. И вот сегодня только сколько пришло вопросов, запросов выставляют. Народ жаждет, а священники молчат. Просто молчат. Молчат, причин несколько. Одна из причин не знает лень, а вторая страх. Страх. Он будет говорить, его уберут, он останется никто, на стройку он не пойдет. Кто так выступал, как ты? Ты смело выступил, начал говорить о крещении, что они с тобой сделали? Ну на это-то. Другие-то не подверглись, а давайте мы отцу Павлу будем подражать, смело выйдем, Максим ничего не сделает с нами. Ни один. Они сразу вокруг забегали, тебя начали трамбовать и в алтаре, и все. Архиерей-то ласково взглянул на тебя, и сразу забегали, и все, я с Павел заходи. Вот это вот не должно быть. У нас должен быть крепкий стержень, я жду суда Божию. Я делаю это во имя любви, во имя моего Христа. И вот сейчас, ну раз люди просили, мы уже записываем не первый месяц, но медленно идет, очень медленно, по полчаса записываем. Ну просто интересно это будет. По всем святым отцам и комментарии на сегодняшний день, конкретно, как это воплотить. Ну, книги-то есть у всех, прочитал книгу, поставил, книга на полке, а я пошел по своим делам. Надо, чтобы она жизнью сделалась. Вот у вас, у тебя умерла жена, Надежда Павловна. Ну, умерла да и умерла, а ведь дело не так. Мы рассказали, какая она была хорошая, какая была, все, и все люди поднялись молиться. Она не рядом, никто ее не знал, но о ней я так рассказал, что там сразу же в этот день стали все расспрашивать о ней. Вот в чем дело. А почему так? Потому что мы друзья, мы сроднились в крови Иисуса. Ванюша позвонил мне, сказал, я тут же пошел по деревне, оповестил всех. Это ходатай, и ходатай это не пьяницы никакие, а истина. Там молится молитвенница, 87 лет, есть Ерафима. Сразу все стали молиться. И это нас еще более сродняет. Обычно как? Человек умер. Или забыли его, или теперь припоминает ему что-то, он такой-то был, хапуга там. Здесь ничего этого нет. Страх Божий сковывает уста, чтобы плохого не сказать. И любовь. Вот так вот. Мы не знаем, что будет завтра. Потому что мы нынче захватили часть поездки, которая должна бы быть в 2014 году. А в 2014 году у нас намечено, но не знаем, будет ли так. В этом году мы не думали, что сумеем все сделать. Даже никак. Это невозможно. Получить паспорта, визы, перейти границу, там встречаться. Сейчас благодарности идут, только от Рамзана Кадырова пришла благодарность, от Лукашенко, белорусский президент. Мы в национальной библиотеке подарили, а это лично им. Лично им. А он может читать не будет. Да кто будет знать. Идите, зовите на брачный пьет, кто придет, а кто нет. Кому-то голову разобьют. Это наша жизнь. Я вот сегодня говорил, надо в бедности научиться жить, не замечать эту бедность, работать полную силу, жить красиво и интересно, никому не завидовать. И такие интересные будут моменты. Вот мы картошку копали. А что особенно картошка? У меня два ролика получилось. Два ролика, это маленьких фильмов. Картошку копали. Одна сестра лежит, больная, мы ее посетили, это все засняли. Я ей какое наставление даю. Она лежит, я ей включаю, там мной начитанная Библия. Это вообще ролик, люди спрашивают, это вот так посещать надо. Люди ничего не знают. Другой ее мужа хоронили, инвалид Отечественной войны. И какой там брат сказал слово какое, там Игорь Третьяков, это тоже все засняли, ну похуже там на телефон. Я это все уже сегодня выставил. И сразу же люди идут и смотрят. Мы в бедности. Но в бедности этой мы показываем великое богатство. Как Павел говорит, мы нищенов всех обогащаем. Вот в этой жизни, вот мы стоим, а что особенно? А мы из этого делаем урок, что мы близкие кровью Христовой. Он нас роднил. Люди, которые не знают Христа, они знают обрядность, крестные ходы, вот эта там икона мироточивая, ну все остальное, на чем они держатся-то. Мощей, мощей там, искрошили уже эти мощи. А Христа не знают. Это язычество. Самое настоящее. Святые почитают иконы, почитаем, но не такой степени, чтобы надеяться и ни одного шага не сделать без этого. Зашел икон, это молиться некому. Да под открытым небом купол высокий. А свеча какая? Да звезды горят. Какие тебе свечи тут? Мы стараемся спичкой не чиркнуть, потому что мы находимся в таком месте, опасно, люди могут увидеть. У нас тут такое маленькое, говорится, чудо. Сережа дал мне свою собаку, мы дорогой-то где-то отдыхаем, в лесу, там и люди могут нарваться. А собака залаяла, мощная такая. Он перед этим стал чемпионом Сибири. Ураган звать. Ну а я дорогой-то помаленьку занимался с ним. Он вернулся, мы сидим там в Потерявке. Урок у нас идет, друг звонок. Сергей Павлович звонит. Сейчас у меня выступление здесь важное в Томске. Помолитесь. Мы помолились, 20 минут проходит, он говорит, чемпионом России стал. Собака стала. Чемпионом России, когда 4 месяца не занимался, это вообще чудо. И вот прошлое воскресенье у нас здесь было, вот, я его награждал, эту собаку, привез там коврик, мне подарили. Ну, не коврик сказать, а может быть, как-то по-другому. Ну, красивый очень. Но она его привела, там выброшенный был где-то. Есть, соседи дали. Это я собаке дал. Он любил бублики и бубликов ему. И выписал грамоту. А это, это уже честь и хозяину, что дал, не побоялся, защипировал, прививки все. И говорили, не пропустят собаку. Она так помогла в Румынии, где много цыган, он как ряпнет все по сторонам. На остановку не пускает, платите деньги. А это сами сделали. Я вышел с собакой, все по сторонам. Мы ни копейки не платим. А что за собака такая? Он сидит, не трогает, как ряпнул по сторонам. Ему маленькую команду, щелкнул пальцем, он уже все выполнит. Почему? Мы благовестники, мы Слово Божие несем. А вы что делаете здесь? К нам нельзя прикасаться, Бог накажет. Мы там, как можем, изъяснимся. На другом языке, а мы напечатали заранее, на английском, немецком, там, французском. Он подошел, просчитал ему. Люди это понимали, ждали. Откуда вы приехали? Мы не думали. Мы сейчас приехали в Национальная библиотека Болгарии, Кирилла и Мефодия. Такую благодарность прислали. Сербия, наши братушки, это сейчас, славяне, там были. Так они уж там и выйдут, и на улице, и фотографируют, все записывают. А можно мы тоже будем фотографировать? Да фотографируйте, кому мешает. А с такой, далее вы к нам приехали, да. Мы же полностью прошли Ставропольский край, каждый район. Полностью Ростовская область, полностью Краснодарский край. Захватили Воронежство, не считая дальнего зарубежья. Шесть мусульманских республик, пятнадцать государств. Сегодня смотрим, и это не верится, это невозможно, кажется. Ну, мы прошли и вернулись живые. Только считаем, после нас там, какие обнаруживают, обвалы, потопления. Мы как будто бы по воздуху Бог пронес нас. Почему? Молитва. Я никого не опровергаю, но говорю, нас повторить нельзя. У вас должны быть друзей не меньше, чем у нас. За нас молились все, кто только нас знал. Очень рады же, мусульмане на нас вышли, мы все время молимся о вас. А я им только говорил, и все это снято, можно будет посмотреть. Мы молимся за вас, отец Игнатий, чтобы у вас все было хорошо. Вот представь, она преподаватель Корана в школах, в университете, а муж Мула, а мы давно с ней дружим. Мы идем, ну, одеты они, как, Стас, видел, как это, хиджаб, так благочестиво. Вот. Ну, я кое-какие законы, может, не знаю, спрашиваю, мы сидим рядом в автобусе, то нет, она нам повела все показывать, город Баку, Азербайджан. Ну, я там одному дал, я говорю, ты сними нас, как сидим. В улице идем, я опять кому-то дам, снимите нас, как мы идем. Вот. А там кто-то знает, увидели, а это кто, ваш муж? Она говорит, нет, это мой отец и учитель приехал. Так ты что, православный? Я уже православный. Представляете, эти слова чего-то стоят. Это значит, в душе человек все время складывал себе мудрость, мудрость ведет к Богу. В какой час решиться, один Бог знает. Но сидели дома, ничего не знали. Вот мы вспоминаем, было Каспийск, это уже в Дагестан вошли мы. Одна женщина, когда впереди там, что мы уже сделали, она спрашивает, а вы чем питаетесь дорогой? Ну, у нас сухари есть, вода, вода, вода из-под колонки. Да вы что? Они нас в магазин. Да давай нам накладывать, эти лаваши такие большие, толстые, лепешек, гора там, воды эти банки, не пейте, вода тут плохая. Вот вода там, ну, специально продается там, ясно дело, с гор или откуда везут. Сыру там отхватило кусок, бананы, помидоры. Я вытаскиваю деньги, никакие деньги, что вы, разве можно? Выходят и крестят еще нас. Что это? Я объясняю только одно, Бог, Бог. Когда Распутин поехал в Петербург, он говорит, ты там разворатишься, а он говорит, а Бог, Бог сохранит меня. И мы еще раз убедились, как близок Господь к сокрушенным сердцам. Ничего не имели, имели только одно искреннее желание, людям дать знать о Боге, о святой православной вере. И мы вернулись. Мы делимся с вами этой радостью. Вот сейчас всех просим, у меня два вопроса, если дома вспомните, помолитесь. Нам нужна ставка, но уже не город Шахта, Ростовская область, а выше, мы там все прошли. И это примерно Калуга от Москвы к Украине, вот на этом, за Москвой. И оттуда тогда, это главное, мы туда закинули, например, 4 тонны книг, и оттуда, каждую неделю загружаемся, 25 или 23 экземпляра, каждый экземпляр, это 38 книг, и тогда мы идем, уходим на неделю, надо успеть вернуться к субботе. В субботу приезжаем, помылись, заправились, и снова уходим ночью уже, чтобы успеть, идем быть где-то, надо на месте. Но это просто так не пойдет человек. Мы подарили книги, начиная, 4 миллиона только. Приехали к этому священнику, а он обслуживает два или три полка военных, авиационные полки, и он прыгает, около 3000 прыжков уже сделал, и все это показывает, и вообще отец Игорь, это Костриков фамилия, Бобриков фамилия, вообще удивительный просто, все абсолютно сам делает. Он инженер по специальности, и какой храм отстроил, какой дом там у него двухэтажный, какая техника стоит. И с нами поехал впереди, едет, ну, мы встретили. Ну, как коснулось духовно, а тут мы, конечно, имели что сказать и дать. Я говорю по-плоцкому, вот это, ну, просто, а сколько Евангелий надо? Хоть сколько? Ну, мы тогда давай коробками носить, целыми коробками Евангелия, потому что это солдаты, и там много надо, это все бесплатно. И что Бог сделал так вот, сердце радуется, что я отдаю, обычно дал, и не заплатили, тут бы, не знаю, а тут именно внутренний какой-то свет, как вспышка какая-то идет, я дал, и нашелся человек, который взял, как Иоанн Затаус говорит, ты радуешься, что есть люди, которые нуждаются в том, значит, на ком бы ты показал твою доброту. Это тоже у Бога выпрошенный дар. Мы, когда ехали домой, там, где такала Ишима, и стоит, я даже не видел, наши ребята увидели, священник, а рядом матушка оказалась. Ну, тогда я говорю, развернитесь назад, ну, назад спятились, там, проехали метров 200. Куда едете? Он в Барнаул едет, мы посадили, 1300 километров ее провезли, а дорогой стали говорить. Вот, им удиваться некуда, он разговаривает где-то, и она кроткая, и он кроткий, но как только вопросы достигли цели, там что было, я говорю, вам не выпрыгнуть с машины, машина 100 километров идет, и он из тех, которые воцаряли, он помазывал этого императора российского, Михаила, о котором говорили-то, он именно есть. Я говорю, а то вы прочитайте, что у Галатов написано, он не может найти Галатов, в книгах Моисеевых ищет, потом, не знаю, давай в Маковейских книгах искать, не знаю, да вы мне еще опозорить решили, когда последний раз Библию брали-то, а что вы у меня спрашиваете, написано, дайте отчет своему поваде-то, а она как поднялась, грудь вот так вот вырезана, это все, как мирская, я говорю, разве это положено так, у меня муж есть, да какой он муж тебе, если он тебя не учит-то, это подкаблучник какой-то, да он бы тебя по одной струнке заставил ходить, как она взорвалась, я говорю, вот оно и все, а ты бы кротко принялась, это скорее застегнулась и сказала, как-то не подумала, хотя бы как-то, она бросилась меня, давай кусать, а вам деваться-то некуда, мы еще сутки едем вместе, это здорово, что деваться им некуда, так вот Махнул, да что ты, вы меня не признаете, как не признаете, мы благословились у тебя, а что я должен признавать еще, довез до спорщики Спартака, здесь высадили, копейки не взяли, мы признаем тебя, но ты Библию не признаешь, для тебя не авторитет, слова Духа Святого, вот это плохо отец, Сергий звать, а она кажется Людмила, Сергий, сегодня мне выставили, здесь вот этот знаменский, который, нет, Дмитрия Ростовского, и там какой-то пришел, стал говорить, он там при церкви служит, откуда, а когда дали ему благодарственно-то считать, это преступничество, он ничего не знает, ну, обнаружили, оказалось, что он откуда-то сбежал, неоднократно судимый за воровство, его портрет мне выставили, не это вы привезли сюда, на площадь, но я посмотрел, ну, по-моему, не похож, хотя, мы его того сфотографировали, сфотографировали, чтобы посмотреть, люди разные бывают, ну, еще даже обманул, ну, а что тот возьмет-то, ну, дали денег, ну, и все, а душа-то грехом отяготилась, ни один лжец не спасется, ну, а посадить, зачем его садить, он несчастный человек, он уже обездоленный, у него нет направления, он не знает отца светов, он не знает истины, и живет во лжи, разве это мало, какое еще наказание, это на меня в интернете выходит сегодня, еще не успел ответить, интересно, это наша жизнь, наши таланты, их надо раскрыть, мы крышу перекрыли, видел ночью, храм-то пойдешь, так посмотри, под железо, она стала протекать, и батюшка тут был, он в это воскресенье тут будет, он уехал в Россию, там был, и вот нам нужно теперь эту ставку, где-то, чтобы Господь дал нам, мы в прошлом году не знали, но такая была ставка, жена, муж, как они расположены, какое место дали, огромный сухой гараж, чисто, а нам уже много места надо чтобы все разложить, а потом из каждой пачки по одному, и собирать, паковать, уезжать, приезжать, это немало, почти 4 тонны, это же очень много, и мы были, уехали, они опять к себе зовут, там нам невыгодно, потому что вокруг все мы уже сделали, и заправляться тысячу километров в субботу, и пустой, нет, нам надо чтобы рядом был, как Алтайский край, мы прошли каждый районный центр, районный центр мы все захватываем, и второй у меня шофер был, если этого шофера не будет, его звать Николай, то поездка не состоится, он дальнобойщик, и у него интуиция, вот были в Венгрии, там Вена, Австрия, такие узкие улицы, где он знает, он чувствует, куда выйти, не знаешь, мы из Софии, это болгарская столица, мы не знали, как выйти, надо было идти спрашивать, нам надо выехать куда-то, и где-то там, притулиться к какой-то, заправке, чтобы ночевать-то где-то, главное туалет, чтобы был, без туалета не пойдешь, и на красный свет, человек нашелся, махнул рукой за мной, езжайте, мы тоже все засняли, подарили книги, там, и вот, чтобы Николай поехал, у него поясница, он заболел, и не может никак, Николай не поедет, замены ему нет, здесь шофер, тут у нас, какие шофера-то, водители, водители умеют, отремонтировать, еще не отремонтируют, у него что случилось, он разбирает до последней детали, там, колесо, все это, абсолютно все может делать, ну, всю жизнь, там, дальнобойщик, он же сам себя обеспечивает, и вот, чтобы Господь, его сердце расположил, еще раз поехать, чтобы дал Бог ему здоровья, Николай, тогда мы совершим, поездка эта наша будет дальше, мы думаем пройти сразу, Украину, Румынию, и войти вниз, далеко, в Грецию, Афон, пройти там, а там может переплыть, или через Хорватию, какая виза будет, и в Италию, попытаться попасть, или передать книги папе, тому, который есть в Венедикте, был Франциск, ну, а дальше поднимается снова в Германию, мы там были, и дальше Франция, Испания, и Португалия, доходим, тут ехать, а там православная церковь, можно договориться отец Арсений, отец Арсений, мы знали, это близкий отцу Геннадию Фасту, который, у меня обратился немец, но оттуда пройти до Англии, попытаться попасть туда, и Скандинавия, четыре страны, Скандинавия, это Дания, Финляндия, вот, Финны, если там вот это удастся, тогда мы через Балтику, мы переплывем тогда в Прибалтику, Прибалтика, это Литва, Латвия, Эстония, и тогда уже спустимся на север России, у нас очень жесткая программа была, просто, вот, когда мы ехали-то на восток, у нас отбой, останавливались мы в десять, трогались в два ночи, каждый день, график один и тот же выдерживали, мы ночью идем в большие пространства, а теперь оттуда захватываем, и тогда уже днем идем, а ночью идем, какая погода, не погода, и Бог так устроил, что мы все стремились делать, 240 городов усилов, сегодня пишут, этого никогда никто не делал, это невозможно, неужели это можно, чтобы, ну, люди-то разные, там, какие есть, нас пугали, газель не пустят за границу, она загазованность большая от нее, с таким грузом, тем более, с таким грузом, там, такие проверки на таможне, и собака, везде придирки, все, как будто нас не видят, вот мы проходим, махнут рукой, на таможне проверили, и пошли, большие задержки были в Азербайджане, приезжали, когда заезжали, шесть часов продержали, а выезжали девять часов, но не нас от них, всех, какие-то проверки, ужасные просто проверки, а мы еще до этого в Армении были, они воюют в Карабах, это все, печать-то ставится, таможену-то, а таможен называется мытница, а работники мытари, вот думаю, умрешь-то, опыт-то какой уже будет, мытари, и когда оттуда вышли, там уже было проще, эти республики шесть, а они в составе России, но резко отличаются, поведением, одеянием, Ингушетия, вот это, Черкесия, Чечня, два раза были в Грозном, только по рассказам знали, без фланга, детей-то захватили, убили, все, засняли, ролик будет, фотографии я уже выставил, Мейл.ру, там интервью надо было давать, я не смог, у меня горло перехватило просто, и они оставили в том виде, как было оно, только пол, подмытый кровь, и все пули, как стены, и все, портреты, 380 человек только убили, детей и прочее, и все фотографии, и фотографии, это жутко, и тут же очевидец, который был, а потом в Буденовске, где они захватили больницу, 3600 человек было загнали, первым делом расстреляли всех, кто там военные были, и была одна из них, заложница работает, она дает интервью, мы у нее берем, она не соглашалась, ну а потом поговорили, это тоже будет, своими глазами увидеть, я спрашивал о мусульмане, как они с ними, что интересно, они говорят, у них направление было к Москве, это неправда, да сколько лежало больных, это же большая больница, и вдруг к обеду все мусульмане исчезли, то есть предупредили друг другу, и все ушли, вот какая штука-то, так что тут религиозный фактор, большую роль играл, а как они людей набрали, они как, ну допустим, ты в машину, машину остановили, из машины вылазь, толпу загонят, и не ходят странно, пристрелили, следующее, то вот расстреляли, в магазин заходят, выходите, кто не выходит, ужас из автоматов, их 130 боевиков, весь город окружили, и каждым первым делом, отделы милиции, все расстреляли, и дальше сопротивления никакого нет, а дальше огнеметы у них, эти гранатометы, ну и всех людей тогда погнали туда, и сколько было, ну сколько было, пять дней, кажется, почти не кормили, и что как было, это мы это все увидели, поплакали вместе, и вот эта потеря родных, близких, женщина, видно, красивая была, и вот эта печать, печали, застывшая на ее лице, вот это надо увидеть, просто умер человек, ты похоронил жену, и ты знаешь, это естественный исход, она причастилась, исповедовалась, ну, ты отправил в другую страну, а это, она пришла, не думала расстаться, это детище, и вдруг все потеряно, и вот эта печаль в глазах, в лбу, в морщинах, во всем, это прямо как будто кто-то печать поставил-то, ну, стали говорить о Боге, о Христе, как внимательно эти люди слушают, это мы все постарались записать, показать, как нам надо ценить вот эту мирную обстановку на Алтае, у нас здесь, ну, не взрывает, не бьют, а сейчас везде, считай, все поднимает, и восток, все на дыбу становится, мы это поторопились, но мы опоздали, вот нынче на 4 года, я знаю, на сколько, и как, 3 года, в прошлом году, нынче уже 4 года, как мы опоздали, опоздали, но мы руки не сложили, мы пошли, потому что вышли особо какие-то указы, от правительства, там видимо везде, и они на нас уже играли, льготу дают только православным, и то только тем, кто с московской патриархией, я это понял, и ужаснулся, я говорю, долго кровью харкать будут православные, для царя-то мы должны все быть одинаковые, государство-то не теократическое, он не может льготу давать, как царь Николай православным, да, староверов там, в Сибири гнать куда-то, ссылать молоканов, этот-то царь-то, он, государство-то не теократическое, это в Греции, там, да, в Греции, там всегда говорят, над всеми законами превалирует главный закон, закон православия, православные везде льготы, вот нас задержали, проверяют, там, КГБ, все это распотрошили, и вдруг узнают, почему, что мы правы, так вы православные, а тут дали сигнал, чтобы задержать, проверить, там, такие вы, там, свидетели, льготы, православные, руку жмет, наконец-то выехали, куда вам надо показывать, я и ужаснулся, это, с кем же слепились-то, да мы не такие уж, я уж молчу, ну, мне-то хорошо, меня отпустили, а вот, говорит, посадили, там, двух баптистов, там, свидетелей, Игова, а за что посадили, они тут литературу распространяли, а где этот закон у нас, чтобы за литературу сажать людей, его нет закона, это беззаконие называется, а когда по закону, это законно, я столкнулся, мне льготу дают, а мне страшно, этого нельзя допускать, ну, мне хорошо, ну, меня отпустили, руку пожали, рукой помахали, вот как, мало того, в тайное помещение забудет, можно я вам деньги дам еще, вот какая штука-то, в Грузии, везде там свои латы, эти, гривны там, везде суют деньги, вот вам деньги, там, священники людей собирают, в храме приходится выступать, слово говорить, в алтарь затаскивают, но ведь не всегда так будет, и не везде, завтра может быть все по-другому, и вот мы это все засняли, вот сейчас готовятся выставлять будут, уже пошли, Беслан выставили, кажется, Буденовск, это работает один человек, мой крестник, но не с нами, он со Знаменских ходит, очень грамотный, умный, вот такие отец Павел, наши дела и перспективы, нам нужна очень большая помощь молитвенная, все остальное Бог как-то делает, даже не выскажешь, делает, и откуда еще посылает, нельзя, вот я оглядываюсь назад, ведь за два года мы подарили книг на 7 миллионов 150 тысяч, это же не 2 рубля, а у меня минимальная пенсия, меньше мне бомжи даже не получают, и вдруг, это вдруг, все вдруг, это ой-ой-ой, мы просто восславили Бога, вот начали сейчас писать, мы всегда помолились, дальше молились, опять помолились, поблагодарили, вы-то как там? Слава Богу за все. Слава Богу, да? Слава Христу. Не надо не тосковать ничего, надо Бога благодарить, написано, за все благодарите, Ваня позвонил, мне плащат, погромче говорю. Благодарим Бога. А я знаю, у тебя вера есть, это понятно, день-два поскорбил Ваня, и все на этом, больше не надо, потому что человек смертный, он идет в свое место, и тем более, если умирает верующая, она в собор, то можно сказать, Господи, мне бы такую кончину. Это, Игнать Ильич, рыбы привез. Рыбы привез, да Господь с тобой. Пронаешь? Нет. А какая рыба? Щука. Ну, тогда придется все взять. Ну, чем-то тебя отблагодарить надо, что-то надо от меня? Это надежду помянуть ей в четверг 40 дней. 40 дней, в этот четверг? Надежда-то у меня своя здесь, за стенкой. Спаси Христов, что не забываете, зашли. Мы вас каждый день поминаем в молитвах с произнесением вашего святого имени. И мы вас поминаем. Мы это ощущали. Мы просто плыли в этой благодати и милости Божией. Игнать Ильич, временем не располагаемся. Проводить вас надо. Да, что-нибудь, что-то куда-то наложить. Ну, сейчас мы там выйдем. Маме, тебе ничего не нужно? Нет. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо. А, Володя, посмотри, там оторвалась вот эта, которая, крестовина там вниз. Ну, она потом отпадет, потом, видимо, снимем. С повещения. Это хорошо. А как-то по-другому день это. Ну, он ходит и там больно. Ну, он у воды сказал бы, как бы так, бесповедность припечататься пока все выше не было. Вот, а вот, только трудояси, чтобы он потерялся, что-то уехал. И, запрещено поднять нас. А ну, это не так. Пойдем не тогда. Вов, давай не снимай, а? Ну, че-че. Да ладно, отец Павел. Ну, это что это? Это никогда не вернется. Да это зачем? Ну, пойте потом искать, Ваня, как-то тобой папа был здесь. А что это очень интересно? Тебе деньги нужны? Никакие не деньги. Это, ты, это, наливо ешь. Наливо. Наливо. А? А что, уговаришь? Нет. Ну, вдруг. Да ну, если сомнительно, так ну, нет, не сомнительно, он очень вкусный. Он ночной. Ночная рыба. Он очень вкусный. Да я ловил, знаю. Он же жирный, наливо, он хороший. Но... это, как, сестра там, наготовит, нарезает, пожарит, и на воскресенье, ты там позвонил. Мне мне всегда рыбное готовят. Ага. До 40-30. Ничего себе. Так а такая за руку терпит? Она палец отпустит? Нет, в данный момент нет. Пока вот по братьям подспрашивал, а что пройдет? А? У нас, видишь, он как строит, какие соседи появились. А так что, живая что ли? О, живая. Так ее в воду пустить, она ведь будет жить. Она живая, он рот раскрывается. Пустить может. Может, оттяпнет вам. Попадение. Ладно, спаси Христос. Погони. Вот они. У нас Игорь шел, а там маленький такой, и он, да хватит, это, это, на лимку. Это, на лимку. И он, щуку-то взял посмотреть, она его, вот, за нос стяпнула. Он, кое-как, у нее, раскрыл рот, а, ввез камыш оттуда зимой, то у нее все застыло. Чего вы? Щука. Да хватит, эту ручку отобил. Спаси Христос. Вот такое дело. Значит, если Господь не засловит, то в Мае мы можем снова поехать. В Мае. Сейчас в Мае. Ну, пока это все только... Калужская область где-то. Да, примерно там. Калуга. Калуга-Белуга, так запомнили. Примерно там. Не знаю, у вас знакомые где-то, в той области. Нам не важно, город, районный центр. Было, чтобы остановиться где-то. Обинск. Нам нужно много места. Большой гараж. Обинск. Обинск город. Не понял. Обинск как-то. А, где он далеко? Ну, рядом там. Калужская. А он продавать и не надо, а потом и люди не идут? Нет, не продают. Ну, все. Если знакомые есть, мы не хотим для себя. Просто мы очень желаем, то найти место. Место это, значит, на три месяца. Июнь-июль-Агрусть. Ну, в конце мая. Июнь-июль-Агрусть. Мы там будем только каждую неделю заезжать и выезжать. Нам не жить, не надо ни кормить, у нас все свое. Автономно. Нам нужно только, чтобы был неприкосновенный наш груз, и мы могли его раскладывать. Ну, и в ограде заходить там, где. У этих-то мы были, там и воды набрать, питание у нас свое. Мы в тягость не будем. У нас народ скромный, бедный, но духовно богатый. Ой, пришла собачка. Ладно, поезжайте с Богом. Спаси Христос. Ну, все это было так поставлено. Держи. Ну, это что? Это виноград тебе. Да, Во славу Христа. Держи, надежду поминать будете. Ну, поминать-то мы будем, но нельзя. Во славу Христа. Только бы рост виноград, я бы слова не сказал. Он у тебя не растет. Ну, растет. Позьми в капельку, поломни. Не взято. Ну, надежду поминать, помогите себе. Мы только подождали, все сказал. Ну, ладно, мы пошли. А, Павел. Сейчас я с вами пошел. Я к надежде еще. Спасибо Христос. Субтитры сделал DimaTorzok